Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В одном из своих предыдущих видео я рассказывал о том, как на Linux Ubuntu установить веб-сервер Apache. В этом же видео я расскажу о том, как на Linux Ubuntu установить веб-сервер Nginx. Дело в том, что веб-сервер Nginx имеет более широкую популярность по сравнению с веб-сервером Apache. Итак, мы имеем только что установленную операционную систему Linux Ubuntu. И проверим, что никаких веб-серверов здесь нет и никакие веб-сайты здесь не установлены. Для этого запускаем Mozilla Firefox и теперь нужно посмотреть, какой же IP-адрес у этого компьютера. Для этого запустим терминал. Вводим команду IP ADDR. И видим, что IP-адрес этого компьютера 192.168.7.88. Сейчас мы его возьмем и в адресной строке забьем этот адрес. 192.168.7.88. И видим, что никаких веб-сайтов здесь не опубликовано. Это нормальное поведение. Сейчас же мы приступим к установке веб-сервера Nginx. Для этого запустим команду sudo apt install nginx. sudo apt install nginx. Вводим пароль. Нажимаем Yes. И после того, как программа установки отработает, собственно, у нас будет установлен веб-сервер Nginx и публикуется веб-сайт. Итак, готово. Мы сейчас делаем обновить страничку. И видим, что у нас опубликовался веб-сайт по умолчанию для веб-сервера Nginx. Вот он. Теперь мы опубликуем свой собственный веб-сайт. Свой собственный веб-сайт мы сделаем на скорую руку. Это будет текстовый документ, который будет вводить определенный текст. Но для того, чтобы его опубликовать, чтобы его быстро опубликовать, мы просто отключим встроенный веб-сайт и подменим его своим веб-сайтом. Итак, отключаем веб-сервер. Команда sudo service. Nginx stop. Nginx stop. Есть. И после этого проверяем, что он остановился. Да, действительно, так и есть. Это нормально. Теперь что мы делаем? Теперь мы возьмем и переименуем встроенный веб-сайт. И вместо него подсунем свой веб-сайт. Значит, как мы это будем делать? Запускаем терминал. Nautilus. Это файловый менеджер с правами администратора. sudo Nautilus. И заходим в место, где хранится веб-сайт Nginx по умолчанию. Это корень файловой системы. Это каталог var. Дальше каталог www.html. И вот этот вот файлик. Это и есть то место, где хранится веб-сайт по умолчанию. Мы его просто переименуем. Добавим знак подчеркиваем. Есть. После этого, что мы делаем? Закрываем. Закрыли, да? После этого мы создаем свой собственный веб-сайт. Каким образом? Заходим в этот же каталог. Команда CD. var. www.html. Вводим команду просмотра. ls. И видим, что здесь вот хранится файлик, который является сайтом по умолчанию. Мы сейчас создадим другой файл с названием index.html. Для этого мы запускаем команду nano, но запускать ее надо с правами администратора. Поэтому ставим сначала sudo, потом nano, а потом ставим название файла index.html. И вводим сюда, собственно, текст, который будет высвечиваться на нашем веб-сайте. Ну, например, hello. Hello. It's my first site. Ну, допустим, так, да? Смысл этого видео в том, что мы можем опубликовать свой собственный веб-сайт очень быстро путем подмены веб-сайта от Nginx. И как его делать. Итак, после этого мы наш текст и документ сохраняем. Ctrl O. Выходим. Ctrl X. И после этого мы запускаем непосредственно команду на старт веб-сайта Nginx. sudo, где у нас это, service engine start. Запускаем старт. Так, запустился. И теперь мы делаем команду обновить. И видим, что hello, вот он, наш веб-сайт стартанул. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Если не хотите пропускать новости, то подписывайтесь на канал.